Это письмо написали жители на наш сайт. Как следует из сообщений, дорога, являющаяся дублером московского шоссе и предназначенная для большегрузов, находится в ужасном состоянии. Несмотря на то, что сильных дождей накануне не было, ее часть превратилась в огромную лужу. Выбой, но посередине пришлось обозначить покрышкой, чтобы в нее не попали автомобилисты, которые едут здесь впервые. Просто вообще невозможно ездить и жалко просто машину на самом деле. Ездила с этой стороны и с той. Очень все плохо. А расскажите, часто здесь бываете вообще? Бываю не часто. Бывают просто по работе, по делам. Уехать отсюда тоже проблема. Общественный транспорт не ходит, такси отказывается от вызовов. Сотрудники предприятий, находящихся на улице при железнодорожной, уже обращались в разные инстанции с просьбой привести дорогу в порядок. Мы здесь каждый день едем, а машин у нас не так много, и все они наши личные. Есть письма от администрации города в том отделении, которое занимается дорогами, с нашими просьбами, пожеланиями, с моими фотографиями, приложенными к этому вопросу. Ваш вопрос будет рассмотрен. Возможно, вас включат в план ремонта дорог 2016-2022 год. Что дорогу планировалось отремонтировать, правда, на одном из перекрестков до сих пор висит вывеска, на которой написано. Этот участок будет приведен в порядок в срок до 1 августа 2017 года. На состояние этого участка жаловались автолюбители осенью прошлого года. На при железнодорожной много предприятий и автосервис. Благодаря такому состоянию дороги он постоянно в прибыли. Одно из самых плохих в Рязани. А часто приходится сюда ездить? Не очень. Но дорогу оценили? Ну, конечно, плохая. Что здесь говорить? Ужасная. Просто максимально плохая. Ну, а она вон там очень ужасная. Просто от заправки и вот до сейчас. Ну, и надо ремонтировать, конечно, на подвеске все разбивается. Но есть участки в городе, которые ремонта в этом году дождались. Начали срезать асфальт на улице Свободы рядом с РГУ, где в прошлом году провалился асфальт. Кроме того, начали приводить в порядок дорогу около Вознесенской церкви. Сейчас рабочие меняют там бордюрный камень. Дина Ислева, Даниил Пилипенко, Михаил Костенко, телекомпания «Город».